МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Могут париться? Конечно. Но только температуры, видимо, совсем другие будут. Температуры совершенно другие, другие совершенно техники парения. И парение больше направлено не на саму женщину, а именно на ребеночка будущего, на плод. Как интересно. А кожные заболевания являются противопоказанием? Или в таком случае париться можно, но веник использовать нельзя? Все в острый период. Острый период является противопоказанием для посещения бани любых заболеваний, в том числе и кожных. Некоторые люди любят, когда погорячее, знаете, так уж накалят баню, что войти сложно. Оптимальная температура, правильная температура какая должна быть? На полке 55 максимум. На полке. А с потолка, откуда я беру пар, и температура потолка максимум 70. Но я никогда практически не догоняю до такой температуры. А с чем связаны вот такие температуры? С тем, что париться от слова пар. Нам нужно взять пар, а не взять жар. Поэтому нужно разогреть камень минимум до 300-350 градусов и париться уже вот паром, а не жаром. А почему опасно высокая температура? Это какие-то ожоги, последствия для дыхательных путей? Конечно. Это, во-первых, слизистая. Когда мы заходим в сауну, можно сделать несколько вдохов ртом, и сразу же чувствуется, что высыхает глотка. Во-вторых, слизистая глаз. И, в-третьих, само по себе воздействие высоких температур на кожу не очень-то полезно. А что вы рекомендуете в таком случае пить? Ведь многие сторонники, скажем так, алкогольной бани, они пьют, ну, мол, попарился, много влаги вышло, чтобы вот обезвоживания не было, надо выпить чего покрепче. А вы рекомендуете что, чай пить? Я думаю, не для обезвоживания они пьют чего покрепче, а для усиления релакса, так сказать. Чай, конечно же, чай, морс, любые воды, любые настои, всё, что хотите, но главное тёплое. Давайте про веники поговорим. Вы, как профессионал своего дела, сами заготавливаете веники? Какие-то да. Какие-то да. Какие веники сегодня вы нам принесли? Сегодня два вида дубовых. У меня в руках. Это дубовый веник, да, это тоже дубовый канадский дуб. Это тоже у меня канадский дуб. Но тут, видимо, он откуда-то приехал, из Канады, нет? Или канадские дубы у нас растут? Нет, это из Канады он был бы золотым, он у меня так стоял в рамочке, я бы не пользовался. Это просто сорт дуба, канадский дуб растёт в Краснодаре, и тот и другой дуб приехали из Краснодара. Так, это что? Это серебристый эвкалипт. Серебристый эвкалипт, и рядом с вами... Это можжевельник. Можжевельник. На улице находится передвижная мобильная баня, в ней находится Антон Моцкус, он будет париться. Ну, а, видимо, Александр Смол будет парить его. Доброе утро, ещё раз вам, улица, как вы там? Вы что, нас уже видите, здесь голая Антон? Нам здесь очень, кстати, комфортно, сейчас набираем температуру. Нас, если честно, в бане плохо слышно, что вы там советуете, но я... Спасибо, Антон. Сейчас нагреем воду, и я надеюсь, запарим Антона Моцкуса, ну, и потом попробуем, чтобы он нырнул в снег. Не знаю, получится ли это сделать, ну, во всяком случае, хватит ли у него на это мужество или нет, но чуть-чуть попозже Антоше нужно разогреться. Прямо сейчас. Так что передаём слово обратно студии, я пойду проконтролирую ситуацию. Я хочу про веники ещё, да, спросить. Есть понятие мужской-женский веник? Да. Ну, расскажите, что лучше мужчинам, что женщинам? Женщин в последнее время я стал парить только берёзкой, либо липовым веником. Ну, вот женский он веник. Он мягкий очень, он пластичный. Можно и дубовым. Я начинаю с дубового веника. Вы вообще целый вот как бы ассортимент веников с собой привозите? Конечно, конечно. И количество веников порой достигает там 18 штук. И они все в работе, они все веники работают. Удивительно. Они не для антуража, они не просто так лежат. Дубовые, берёзовые веники, обязательно можжевельник, обязательно пихтовый веник. Дубовый больше для мужчин. Если говорить с точки зрения энергетики, дуб – это сильное, мощное дерево, поэтому он даёт мощную, сильную энергетику. Кому женщине не надо такой энергетики, значит, дадим её мужику. Вы как профессиональный парильщик объясняете людям, как вообще правильно этим веником бить? Потому что тоже есть такое мнение, что нужно так хлистать, чтобы всё болело. Но если человек приходит на услугу, ему особо лекции неинтересно слушать. Конечно же, на первом этапе там есть какой-то вопрос-ответ, какой веник. А когда уже человек лежит под вениками, он сам прекрасно понимает, что действительно этот веник так работает, этот работает по-другому. А когда проходят какие-то семинары, конечно же, идёт рассказ по венике, по каждому сорту, зачем он, почему, когда собирается, как заготавливается, тому подобные вопросы. Сколько обычно, ну вот полноценная процедура в бане, сколько должна идти? На одного человека 2,5 часа. 2,5 часа. Сколько раз надо забежать в парилочку и попариться веником за это время? Да, вот здесь всё индивидуально. Можно забежать один раз и всю остальную процедуру свести на пилинги, на обёртывания, на массаж, а можно заходить до 7 раз, всё время париться, париться. Всё зависит от насыщения паром и на готовность париться именно сегодня. Мы готовы передать слово нашим коллегам. Да, они в банке находятся и Саша, и Антон Москус. Ребята, я надеюсь, вы меня слышите. Я буду, пожалуйста, спросить у нашего гостя, сколько нужно просидеть в бане, чтобы потом уже можно было выйти на улицу и пробежаться здесь по району. А мы сейчас у Антона спросим, так ли хороша мобильная баня, как обычная баня, потому что, как он сегодня нам говорил до эфира, он в банях провёл очень и очень много времени. Я только поддал, вы чего? Закрывай дверь. Комментируйте, Антон, комментируйте, вас слышно. Ребята, здесь вообще шикарно всё. Сейчас, подождите, ещё разок поддам. Смотрите. Слушайте, здесь помещение такое небольшое, оно прогревается супербыстро. Я думал, всю ночь придётся топить, потому что такой минус на улице. Но, как оказалось, 20 минут, 20 минут и всё. Буквально 20 минут и действительно, и всё готово. Ну что, ты готов пробежаться по району? Сейчас мы выпустим нашего оператора. Виктор, спускайтесь. Сейчас я ещё поглядеть. Пока студия, передадим вам слово буквально на несколько минут, чтобы Антон окончательно догрелся и уже выбежал. Ну а жители Копылова 50, можете смотреть с балконов. Первый раз практически обнажённый ведущий бегает здесь по району. Не вызывайте никаких экстренных и спасательных служб. Всё предусмотрено, всё просчитано. Не переживайте. Ни один моцкус не пострадает. Напомню, в нашей студии Евгений Щерба, профессиональный парильщик, пармастер. И уж Коли Антон сейчас будет бегать и прыгать в снег. Вообще это полезно для организма? Вот так из жары в холод? Да, для сосудов это полезно. В бане сосуды расширяются, разогреваются. Когда мы прыгаем в снег, либо в холодную воду, в купель, резкое сужение происходит, профилактика атеросклероза, тренировка сосудистой стенки. Ну, опять же, если нет противопоказаний, проблем с сосудами. Гража, сколько нужно прогреться в банке, чтобы позволить себе выбежать на снег или в прорубь? Я минимум после третьего захода веничного человеку говорю, что сейчас бежим в снег. Вот после третьего веничного захода, да, организм готов к этому. То есть вы руководите полностью процессом, когда находитесь в бане? Конечно, конечно. Сколько сидеть нужно, когда выходить, когда попить, когда там в снег? Да, абсолютно. Ну, иначе никак, потому что человек приходит, он привык к какой-то своей бане, я ее вижу совершенно по-другому. И чтобы показать человеку, как это по-другому, и, во-первых, баня должна быть для каждого гостя безопасной, я руковожу полностью процессом, начиная от раздевания, так сказать, заканчивая расчетом. Прекрасно. Опять к ребятам перейдем. Да, я думаю, мы посмотрим. Я вижу, что Александр Смол зачем-то там снежки начал лепить. Неужели он будет разгоряченного москуса забрасывать? Саша, зачем ты это делаешь? Уж поверьте, я буду это делать. Уж поверьте, конечно, я буду это делать. Антон, мы готовы, выходи. Антон, выбегай скорее. Давай кружочек, давай кружочек, кружочек, Антон. Ой-ой-ой. Я же не зря готовил здесь снежки, вы что? Беги, беги. Ну, кстати говоря, пока вот Антон бегает, я хотел у вас еще спросить, а головной убор обязателен в бане? Вот Антон в шапочке. Да, прежде всего в бане мы защищаем волосы от высокой температуры, а потом уже центральную нервную систему вот перегрева. Я знаю, что сегодня в хороших банях за городом, особенно где есть прорубь, вот просто будет вот очень хорошо все расписано, потому что народ, особенно в Крещении, считает необходимым пройти эту процедуру. Это, наверное, правильно. Спасибо огромное. Мы сегодня говорим Евгению Щерба, профессиональному парильщику и пармастеру, который рассказал нам столько интересного и удивительного про нашу традиционную баню. Мы продолжаем наш программ. Продолжение следует...